МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инциденты далеко не единичные. И каждый раз с судьбой брошенных младенцев сначала занимаются врачи, затем органы опеки. Специалисты стараются вернуть ребенка в семью. Сюжет Анастасии Гороховой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит коробка, думаю, что мусор выкинули. Спускаюсь, что-то запищало. Я сначала не понял, думаю, что кошки. Но пищала не кошка. В коробке возле мусоропровода плакал младенец. Новорожденного в подъезде обнаружил школьник. Он и позвонил в полицию. На площадку вышли другие соседи. Они осмотрели ребенка, который был еще в крови. Судя по виду, он родился несколько часов назад. В пеленке была записка. В ней мать заявила, что не желает заниматься воспитанием девочки. И приписала имя Милана. Когда я это увидела, меня все затрясло. Это был шок. Начали они ребенка разворачивать. Пуповина была необработана. Какой-то веревочкой привязана. Полицейские отвезли малышку в больницу. Врачи сделали заключение. Роды проходили дома. Мать нашли спустя несколько часов. Ей оказалась 24-летняя жительница той же многоэтажки. Инвалид, по слуху, Елена Зайцева. Наряд полиции привез ее в роддом. И здесь она передумала. И решила вернуть девочку. Почему вы ребенка отдали соседям? Не могли позвонить? Не получалось позвонить. Не умеете говорить, поэтому так получилось, да? Известно, что Елена работала уборщицей в продуктовом магазине. У нее это второй ребенок. Правда, первой трехлетняя девочка живет у бабушки с дедушкой. Несмотря на это, подкидыша планируют вернуть матери. Она якобы осознала свое поведение. Ну, учитывая вот кризисную ситуацию, вся семья сплочилась. Соответственно, и оказывают помощь молодой маме. И с малышом все будет в порядке. То есть в перспективе сейчас будут оформлены документы. Брошенные младенцы, к сожалению, в Челябинской области не редкость. Полтора года назад вся страна следила за судьбой девочки из южноуральского поселка Политаева. Маленькую Кристину в Канаве оставила молодая мать. Искусанную насекомыми малышку спасли врачи и вернули родному отцу. По мнению психологов, это совсем не проявление после родового кризиса, а глубокие психологические проблемы. Это, конечно, тенденция современности. И, может быть, она имеет отношение к той потребительской некой специфике современного общества, к той поверхности и отсутствию ценности человеческой жизни. Подкидыши сначала отправляют в больницу, а потом в дом малютки. Здесь каждый ребенок со своей историей. Ласку и заботу им дарят воспитатели и медсестры. Любит улыбаться. Он очень обаятельный. Прям вот, он, вот, не сильно, прям нуждается. Он в тепле, в ласке. Прям прижимается. Что касается последнего случая, то в отношении матери, которая выкинула новорожденного в подъезд, возбудили уголовное дело. Ей грозит до года тюрьмы. Ребенок же пока будет находиться в больнице. Анастасия Горохова присодействует Челябинского областного телевидения и 31 канала информационная программа «День». Пострадавших при обрушении крыши на заводе имени Калинина в Екатеринбурге скоро начнут выписывать. У большинства рабочих всего в больнице находится 14 человек сотрясения и переломы. Состояние всех 14 пациентов с положительной клинической динамикой. Один из пациентов, который был вчера помещен в отделение реанимации. То есть нам удалось достичь стабилизации всех жизненных параметров у этого больного. И мы, в общем-то, на сегодняшний момент можем сказать, что мы тоже не беспокоимся за его жизнь. Напомню, накануне днем на оборонном предприятии рухнула кровля и бетонные перекрытия между цехами. На тот момент внутри находилось больше ста рабочих. Под завалами погибли четверо. По одной из версий, крыша рухнула под тяжестью снега. Накануне в городе выпала половина месячной нормы осадков. При этом, по некоторым данным, крышу здания так недавно ремонтировали. Руководство предприятия из Свердловской области обещали оказать помощь семьям пострадавших и погибших. Проверку по факту ЧП проводит и Роструд. Географию могут сделать обязательным предметом при сдаче ЕГЭ. С такой инициативой выступило Русское географическое общество. Идею уже поддержали в Министерстве образования. Сегодня уровень знаний по этому предмету оставляет желать лучшего. Неутешительные данные привел в ЦИОМ. Мы тоже решили проверить, знают ли карту мира жители Екатеринбурга. И провели небольшой опрос. Какой из городов стоит на реке Волге? Самара, Уфа или Салават? Самара. Самара. Бывали там? Бывало. И Волгу видели? Да, конечно. Плавала по ней три раза в жизни. Добрый день. Уральская окружная телекомпания «Ермак». Скажите, пожалуйста, вы сильны в географии? Никак нет. А с какой страной Россия имеет сухопутную границу? Со Швецией, Монголией или Ираном? С Монголией. Мы живем в Уральском федеральном округе. Скажите, пожалуйста, вы можете назвать регионы, которые в него входят? Нет, не могу. Я только недавно сюда переехала, поэтому ничего сказать пока не могу. А откуда переехали? Из Ханты-Мансийского автономного округа. Так ведь это Уральский федеральный округ. Вот, видите, а я не знала. Какое количество регионов входит в состав Уральского федерального округа? Ха! А кому это интересно? Ну, кому? Вам, что ли? Мне, например, это неинтересно. Так же, как победа Трампа. Лишь бы у нас в России хорошо было. Новую точку на карте России открыли для себя участники международного симпозиума на Ямале. Специалисты в сфере предупреждения опасных инфекций побывали у оленеводов Панаевской тундры. Аборигены накормили зарубежных гостей оленины и показали красоты Арктики, рассказывает Галина Чечкова. Такой концентрации оленей на один квадратный метр профессор Матисон еще не наблюдал. Хотя в Международном центре оленеводства этой темой он занимается лет 20. Да и такой вкуснятины не пробовал. Очень-очень вкусно. Я приехал из Финляндии, где я ем оленина каждый день. Но конкретно такой обработки там нет. Там тоже много производится ежегодно, но именно такого вкуса нет. Это очень современное производство. Я сам начинал на такой же маленькой фабрике в Канаде. И по сравнению с тем, где я работал, здесь все очень современно устроено. Иностранцы не первый год основные потребители ямальской оленины. Войдя во вкус, в этом году Финляндия запросила до 1000 тонн. Готовы скупить все, что сейчас идет на убой. Однако ямальцы тянут с ответом. Один из приоритетов наладить поставки на российские рынки, существенно увеличив объемы производства. В этом году вообще стоит задача губернатора довести объем из забоя нашего до 1600 тонн. То есть пока мы в этом плане работаем, если нас оленеводы поддержат, то, думаю, у нас все получится. Оленеводы обещают не подвезти. Площадь Пастбищ сокращается. Необходимо сокращать и поголовье, говорит бригадир Панаевского совхоза Владимир Солиндер. Из своих 500 голов он уже отправил на мясо внушительную часть. Сейчас вот 50 отдал. Для меня это хватит. А цена украла? Нормальная цена, что еще сказать? Сколько там? 190. В этом году семья Солиндер, можно сказать, отделалась легким испугом. Делится супруга Ирина, гостеприимно принимая в чуме делегатов симпозиума. Как только сарафанное радио сообщило о сибирской язве, пути к осланию повернули с севера на юг. Это и спасло семейное поголовье от инфекции. 10 лет назад было намного лучше. Упитанность хорошая была у оленей. А сейчас уже слабые олены. Ямал на европейском уровне наладил обработку и поставил заслон потенциальным инфекциям. Говорит главный ямальский ветеринар. В этом году от сибирской язвы планируется привить свыше 500 тысяч голов. Сейчас уже определены корали, на которых будут проводиться мероприятия. Определено поголовье и предварительно согласованы графики вакцинации. Округ разработал и активно обсуждает дорожную карту развития оленеводства. Свои предложения в нее уже завтра должны внести и зарубежные специалисты. Галина Чечкова, Дмитрий Нагибин. Специально для информационной программы «День». О том, что еще интересного произошло в Уральском федеральном округе, смотреть прямо сейчас. Нижневартовский шестой день ищет пропавшего ребенка. Мальчик утонул на реке Обь, спасая своего товарища. Вместо трагедии следуют две водолазные группы. Также сотрудники МЧС используют подводный аппарат «Гном». Он снабжен камерой и управляется с помощью радиосвязи. По береговой линии уже в мелкой части, где-то где, например, до метра, глубина уже остается подлёдного пространства. Начинает уже образование шуги, чисто мелкого льда. То есть она затрудняет и видимость, и это. А так, в принципе, пока, слава богу, видимость под водой достаточно удовлетворительная. В Челябинске проверили благоустройство некоторых дворов из-за жалоб местных жителей. В одном из них ранее компания-подрядчик обязалась установить детскую площадку и ограждение, а также обрезать сухие ветки. Средства на это были выделены из бюджета. Нам особенно не понравилась работа подрядных организаций в Ленинском районе по санитарной обрезке зеленых насаждений. По завершению контракта остаётся несколько дней. К 15-му числу должны были работы быть закончены. Ни на определенных территориях ещё работы не закончены. Технику в отцу осваивают специалисты областного центра реабилитации инвалидов в Екатеринбурге. Этот метод подходит для пациентов с неврологическими нарушениями и различными травмами. Уникальная терапия, родоначальниками которой являются японцы, проводится в бассейне с тёклой водой. Здесь больше возможностей в том плане, что когда ты делаешь массаж, у тебя есть ровный стол, и ты, допустим, сначала массажируешь плечи, потом ты, например, массажируешь какую-то другую часть тела. Здесь ты можешь делать это одновременно. В селе Вагай Тюменской области открыли новое здание для сотрудников полиции. Финансирование стройки велось из областного бюджета. В административном здании разместились 34 служебных кабинета и зал оперативных совещаний. Дежурная часть оборудована современными системами видеонаблюдения и охранной сигнализации. Такой подарок нам область дала в преддверии дня сотрудник органов внутренних дел. Я думаю, что это наилучший подарок для всей тюменской полиции, ну и, конечно же, для вагайцев. Курган посетил генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Майе. Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере продовольствия и машиностроения. Не исключено, что зауральская продукция появится на прилавках французских магазинов. Курганская область могла бы поставлять во Францию, например, мясо-косоль. А заураль могли бы посетить европейские туристы. В регионе много красивых целебных озер. Для более полного представления о потенциале региона консул посетит несколько местных предприятий. В следующем году выйдет арктическая книга рецептов. Такое решение приняли представители северных народностей на встрече в Салихарде. Венки, саамы, ненцы, якуты обсудили сходства и различия в питании. Так и пришла идея собрать все северные блюда в книге. Правда, пока она будет издана на английском языке. Если взять ненецкую кухню, она связана с сыроедением. Это такая часть большая. Вот у нас, например, в Якутии сыроедение есть у чукчей. У других народов она меньше выражена. В основном это приготовление пищи, то есть это копчение и так далее. И поэтому вот в этом уникальность ненецкой кухни. Вы смотрите информационную программу День. Мы продолжаем. В Югре нападкам вандалов подверглись площадки, построенные специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. Только с начала октября произошло два подобных случая в Ханты-Мансийске и Урае. Сюжет Павла Желтова. Павел Куликов – член городской общественной организации «Солнце во благо». Каждое утро он вместе со своим сыном Кириллом открывает инклюзивный детский городок. Сегодня это получается не сразу. Скважину замка кто-то забил спичками. Дальше больше. Ручь ломали уже. А еще обижаюсь, что все ломается. Этот инклюзивный городок открыли в августе. Строили его, как говорится, всем миром. Очень радовались, ведь вместе с обычными детьми здесь могут играть и дети особенные. Большинство тренажеров и снарядов приспособлено под их нужды. Сейчас оказывается, что благие намерения не всем пришлись по душе. Буквально за короткий период времени он превратился уже технически непригодным для игр, для занятий ребятишек. Превратился он буквально в то, что с ним стало на данный момент. Это прошло, грубо говоря, два месяца. Сейчас в Урае все повреждения стараются устранить. Чем, собственно, занимаются и в Ханты-Мансийске. В окружной столице инклюзивный городок Сад Добрых Дел так и не успел открыться. Компания подростков буквально разнесла его накануне запуска в эксплуатацию. Площадку также строили активисты. Хочу сказать спасибо тем, кто построил эту площадку. Мы очень надеемся, что данный инцидент не отобьет у них желание в будущем строить подобного рода проекты. Полиция, как водится, проводит необходимый комплекс мероприятий и отрабатывает оперативную информацию. Хорошо бы, если бы пойманные вандалы приняли участие в восстановлении разрушенного. Павел Желтов, Дмитрий Макаров. Специально для информационной программы «День» Ханты-Мансийск. В Уральском округе увеличилось количество конфликтов между учениками и педагогами школ. Только с начала года в Свердловской области полицейские насчитали 11 случаев, когда работники образовательных учреждений оскорбляли или даже били подростков. Юлия Першина вспомнила самые громкие школьные конфликты и попыталась разобраться, как их избежать. Татьяна Порсева, которая прославилась на всю страну как строгая учительница из Златоуста, уже несколько месяцев сидит без работы и ходит по судам, требуя от школы денежной компенсации. В части отстранения, ещё раз повторяю, мы не спорим, потому что это соответствует трудовому законодательству. А в части лишения лица всякого содержания в связи с отстранением от работы мы считаем антикостонным. Скандал в элитной гимназии грянул в конце учебного года. В отношении учителя начальных классов было возбуждено уголовное дело. Родители написали анонимный донос, где утверждали, Порсева жестоко обращается с детьми. Было установлено, что учитель допускала грубое уничижительное обращение с детьми, обзывала детей, кроме того, намеренно искажала фамилию ученика, что потом послужило основанием, что другие дети в данном классе также называли этого ребёнка. То есть делала, как показала проверка, это умышленно. А ещё, утверждали в прокуратуре, учитель давала слишком сложные задания, удлиняла уроки и сокращала перемены. Позже постановление о возбуждении уголовного дела отменили, однако репутация учителя была испорчена. Это видео сняли ученики одной из школ Екатеринбурга. Молодой учитель применяет удушающий захват, чтобы забрать дневник у восьмиклассника. Ученик ведёт себя по-хамски, а сам учитель, кажется, забыл о профессиональной этике. Всё, Данила, всё, да, прошу тебя, Данила. Как дадут тебе, Данила? Педагог после инцидента уволился, а родители ученика обратились в полицию. Между тем, рукоприкладство в школьных стенах явление нередкое. Причины называют разные. Большая нагрузка учителей, плохое воспитание детей, неблагополучие в системе образования. Восстановить отношения, возможно, помогут школьные медиаторы. Маргарита Архипова решает конфликты уже больше года. Сейчас один ученик ведёт себя недостойно, то есть по отношению к своим одноклассникам. Поэтому мы планируем провести во второй половине ноября круг сообщества в этом классе. Для того, чтобы каждый из детей, которых он обидел или даже не обидел, высказал своё отношение к его поступкам, к его репликам, которые он высказывает. Подобные специалисты в качестве эксперимента сейчас работают в двух десятках школ Екатеринбурга. Если опыт окажется удачным, службы примирения появятся во всех образовательных учреждениях. Юлия Першина, Вадим Шолохов, информационная программа «День Екатеринбург». Так почему всё-таки происходят конфликты в школах? Как их избежать? И могут ли помочь исправить ситуацию медиаторы? Об этом подробнее поговорим с гостем дня. Итак, у нас в студии директора Института психологии Уральского государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук Людмила Максимова. Здравствуйте, Людмила Александровна. Первый вопрос. Серьёзные конфликты между школьниками и педагогами возникают здесь чем? Это неопытность и непрофессионализм учителя, который не может унять свои эмоции, успокоить ребёнка? Или это ребёнок, которому вовремя не поставили рамки поведения, которых он не знает? Просто как себя вести тоже? Я вас поняла. Я бы хотела сказать по-другому. Конфликты школьные в том числе всегда были и всегда будут. Обусловлены они комплексом причин, связанных и с детьми, и с родителями, и с педагогами. И наша с вами задача построить, если говорить о педагогах, наша с вами, я имею в виду педагогов, потому как я обучаю прежде всего педагогов. А задача научить наших выпускников, будущих педагогов, вести себя оптимальным образом в ситуации конфликта. Самое первое, не нужно бояться конфликта, потому как конфликт в общественном сознании окружён ореолом негатива. И, собственно говоря, те ситуации, о которых мы знаем, они это подтверждают. Но ведь любой конфликт, он всегда является маркером ситуации. И можно предвидеть конфликт, можно увидеть первые только лишь проявления конфликта, для того, чтобы вовремя сориентироваться о наличии проблемы, увидеть проблему, решить её. И когда, скажем так, мы встречаемся с такими уже яркими проявлениями конфликта, которые освещаются в средствах массовой информации, выкладываются в Ютуб, то это уже такая, скажем так, высокая точка напряжения конфликта, скажем так, в которой педагогу уже вести себя сложно. В этой ситуации конфликтом управлять тяжело. Легче это сделать на стадиях предыдущих, когда конфликтные ситуации только зарождаются. Как понять эту ситуацию? Как рассмотреть эти предпосылки к конфликту? Ну, любой опытный педагог сможет это сделать. В любом случае, это прежде всего эмоциональные реакции участников. И вот опять-таки, разбирая те ситуации, о которых сейчас говорят больше всего, это с учителем истории, который проявил, скажем так, силовые методы в отношении учащихся, то мы здесь видим, что педагоги не могут совладать со стрессом. И первое, что бы я рекомендовала педагогам, это научиться навыкам совладания со стрессом, научиться навыкам преодоления собственных эмоциональных ситуаций. Потому что если педагог не поддастся на провокацию, если он останется невовлеченным в эмоциональную реакцию, он сможет управлять конфликтом. Как только он начинает испытывать соответствующие эмоции, конфликт становится неуправляемым. И мы видим ситуацию соперничества, победы любой ценой, защита своих интересов и, собственно говоря, эскалация конфликта. Что касается ребенка, как ему правильно, неправильно действовать? Что делать ему? Вот здесь есть такое понятие, как конфликтологическая компетентность, которой должны обладать и педагоги, безусловно, но формируется она еще в детском возрасте. Дело в том, что в первые конфликты мы с вами вступаем еще в песочницу, можно так сказать, за первые игрушки, за лидерство в детской группе. И внимание родителей, взрослых людей, которые находятся рядом к поведению детей, обучение их эффективному поведению в этой ситуации. Потому что что мы слышим от родителей? Будь сильным, отбери у него игрушку. Другой говорит, да отдай ему эту игрушку и не связывайся. Чаще всего родители транслируют собственное поведение в конфликтах. И родители также не обладают навыками эффективного взаимодействия в конфликте. Потому как и первая, и вторая реакция, они не очень эффективны. А есть стратегия, которая направлена на взаимодействие. А именно этому и нужно обучать, начиная с детского возраста. Людмила Александровна, в школах появляются модераторы. Это новшество, где уже это введено? Это принято на федеральном уровне, что они должны появляться? Я хотела поправить немножко медиаторы. Ой, медиаторы, да, конечно, извините. Вообще службы медиации в Европе появились очень давно. Наша страна делает, ну можно сказать, что первые шаги по сравнению с Европой. Хотя уже больше 10 лет службы внедряются в Российской Федерации. В последние годы этот процесс активизировался, потому что есть федеральная поддержка. И вот чем сильна школьная служба медиации, она опирается на коллектив. То есть здесь одноклассники являются тем ресурсом, которые помогут восстановить отношения. Потому что отдельно идет работа с каждым участником конфликта. Но есть класс, который зачастую тоже является участником конфликта. Или пассивным наблюдателем. Или они присоединяются к той или иной стороне. И начинают отстаивать ее интересы. И в этом случае опытный медиатор, он работает со всеми. И как раз класс это вот тот ресурс, который поможет найти возможность позитивной коммуникации друг с другом. Спасибо большое, Людмила Александровна, вам за беседу. Спасибо. Я напомню, у нас в студии был директор Института психологии Уральского государственного педагогического университета, Людмила Максимова. Мы разговаривали на тему школьных конфликтов. Далее у нас экономическая информация. Индийцы пересели на уральские танки. Ямал шагнул в эру цифрового телевидения. И власти решили выдавать россиянам бесплатные таблетки. Здравствуйте. В студии Анна Авдеева. И сейчас в новостях экономики подробнее. Начнем с двухмиллиардной сделки. Индия купит у Уралвагонзавода 464 танка. Выбор индийских партнеров пал на усовершенствованный Т-90МС. Это новейшая экспортная модернизация известной машины. В ней усилена боевая мощь. В первую очередь за счет боекомплекта. Отмечу, что у Индии уже есть 850 уральских танков Т-90С. Большую часть техники власти держат в боевых готовности на границе с Пакистаном. Иностранцы пересаживаются не только на российские танки. Экспорт отечественных легковых автомобилей вырос вдвое. Российский автопром заинтересовал жителей стран, не входящих в таможенный союз. Больше всего машин нашей сборки купили немцы. Востребованы они оказались и в Китае. Наиболее популярными за рубежом автомобилями из России стали Lada, а также Volkswagen и Hyundai российской сборки. Цифровое неравенство уходит в прошлое. На Ямале во всех райцентрах запустили бесплатное цифровое телевидение. Очередную радиотелевизионную башню открыли в Салихарде. Теперь 95% северян могут бесплатно смотреть пакет государственных цифровых каналов. Для этого подойдет любой телевизор, купленный после 2010 года. К старым придется докупать приставку. Зато с качеством передачи сигнала теперь проблем быть не должно. Прежде всего это, конечно, качество и многопрограммность. Потому что если в городах и весях население могло смотреть 2-3-4 канала эфирных вещательных, аналоговых имеется в виду, то здесь при включении вот этих двух передатчиков мы имеем 20 каналов. А в Тюмени ликвидировали неравенство тепловое. За отопление в городе теперь отвечает единственная организация – Уральская теплосетевая компания. Только она будет устранять последствия прорывов и выставлять квитанции за услуги потребителям. Стоимость тепла в Тюмени станет одинаковой для всех, как и температура в квартирах. Раньше были некие социальные напряженности именно из-за разницы в тарифах. Когда один дом платил по тарифу 800 рублей, а через дорогу дом платил по тарифу 1200 рублей. И, наверное, вот сейчас такой ситуации как раз таки не будет. Если на бесплатное тепло рассчитывать не приходится, то бесплатные лекарства скоро могут стать реальностью. Минздрав решил выдавать россиянам препараты по страховке. Предполагается, что их стоимость будет покрываться за счет взноса в систему обязательного медицинского страхования. То есть пациентам платить за таблетки и микстуры не придется. Система может заработать с 2019 года, пока бесплатные препараты положены только льготникам. На этом о новостях экономики все. До свидания и удачи в делах.